Игровая индустрия В этом году она проходит с 9 по 12 июня в Convention Center, что расположен в солнечном городе Лос-Анджелес. В этот раз, как обычно, всё самое знаковое и убойное проходило на четырёх конференциях грандов индустрии игровых развлечений. По порядку Microsoft, Electronic Arts, Ubisoft и Sony. Nintendo в этом году снова обошлась лишь онлайн-трансляцией. Собственно, о каждой из вышеперечисленных конференций мы подробно и поговорим в нашем спецрепортаже. Ну и в конце сделаем какой-никакой вывод. И начнём мы с конференции Microsoft. Вступление от одной из самых важных составляющих. Майки, как обычно, в этом плане постарались и началось всё с пафосного, но благо короткого ролика. После чего на сцену вырвался Фил Спенсер, глава разработки Xbox, который поприветствовал всех и снова вспомнил немного истории и предупредил, что стараются они только для игроков. Грамотно уйдя от перечисления проданных Xbox One, сказав, что, мол, спасибо миллионам владельцев нашей новой консоли, оставив признание в любви своей консоли, Фил сказал, что они собираются стать лучшими и бегло перечислил линейку будущих игр. И, наконец-то, уже перейдём к ним самым. Первым пошёл трейлер новой Call of Duty, который, если это и будет финальная версия, и, правда, неплох в плане графики. Плюс, на удивление, дальше пошёл геймплей, который, как обычно, ничем особым, кроме, извините, стрельбы, представить не смог. Разве что отметить, что экзоскелет может тормозить падение и использовать джетпак можно, когда захотите. Кроме, естественно, определённых катсцен. Подсвечивающиеся враги, самонаводящиеся гранаты, а я тоже думал, легче кот не может стать. А вот во второй раз на Кевина Спейси не хватило. Обидно. Ну и всё понятно, игру снова купят миллионы игроков, потому что, ну, она не меняется и представляет из себя стандартный, всем полюбившийся геймплей. Дэн Гринвальд просто не мог не рассказать про новую Форзу Мотор Спорт 5. Обещал новые контенты и, в частности, знаменитейшую трассу в Ньюрбун Ринге, которая уже в любом уважающем себя гоночном симуляторе есть. Так что такое позднее дополнение больше было похоже на некое извинение. Вкупе с этим обязательно было сказано пару слов про Форза Горайзен 2. Хвастались новыми серверами и отличной на них связью. Выйдет 30 сентября, о чём поведал новый трейлер. Под хорошую музыку и, господи, спасибо, это хотя бы не дабстеп. Больше 200 машин, открытый мир и очень впечатляющий графон. Реально красивое и, самое главное, стильно. Evolve. Эксклюзивная бета на Xbox One и все остальные дополнения в первую очередь тоже туда же. Ну, то есть на Xbox One. Самый бум был в представлении нового класса монстра и проект Turtle Rock обещает стать первым шутером от первого лица, в котором можно играть за ктулку. Серьёзно, он очень похож. Однако у него будут другие способности, ну и в целом отличаться будет не слабо от того, что нам показывали до этого. Выйдет в октябре. Assassin's Creed Unity тоже был представлен. Подтвердились новости про кооператив на четырёх персонажей и был показан первый геймплей, который выглядел внушающе. Глупо было думать, что французы сделают плохой дизайн в игре про их революцию. Вот и похоже, что всё будет очень круто. Визуальная игра просто заставляет в неё влюбиться. Кооператив это и правда что-то свежее для серии и может встряхнуть франшизу так неслабо. Выходит тоже в октябре. Dragon Age Inquisition был показан как будто это эдакая Dragon's Dogma для самых богатых. Собственно, в целом про игру ничего особо нового не сказали. Но и так понятно, что нужно ждать, ибо это будет первая Next Gen RPG. И выходит уже в этом году. Sunset Overdrive без сомнения представила самый крутой и стёбный трейлер на E3. Но после завезли ещё немного живого геймплея, который похож на Dead Rising, Pinball и Jet Set Radio сразу вместе взятых. Серьёзно, игра мечта, чистый фан, адреналиновый угар только на Xbox One. Честно, пока самый крутой эксклюзив для консоли. Выходит 28 октября. Ну и нельзя было обойтись без нового DLC к Dead Rising 3. С просто бешеным названием, которое я вряд ли смогу повторить. Сам Dead Rising 3 был недавно анонсирован для ПК, а вот DLC это пойдёт только на консоли от Microsoft. Просто словами не описать, какое безумие там творилось. Но, сами понимаете, развлечение для особо избранных. Например, фанаты Capcom точно будут рады. И, кстати, это DLC уже доступно для Xbox One. Мультиплеерная бета Fable Legends появится только на Xbox One. Ну, кто бы мог подумать. В скором времени, точнее осенью. А пока был показан первый геймплей. Кооперативный Fable. Такого многие ждали и вот, как видите, дождались. После маки показали, как лихо они умеют тырить идеи у Ubisoft и их Mighty Quest for Epic Loot. Мол, играя за злодея, вы сможете выставлять препятствия для команды героев. Вытянуть игру может разве что геймплей и фирменный юмор серии. Пока ни того, ни другого не замечено. Но, посмотрим, как там будет дальше. Одна из немногих игр, что выходит и на бокс, и на ПК, это Spark. Суть в том, что вы можете, как в LittleBigPlanet, создавать свои игры. И, как обещают разработчики, да и по видео заметно, что можно сделать практически любую игру. Интригует, особенно если будет не обязательно делать эти самые игры, а просто выкачивать какой-то определенный пак за недельку и спокойно в это все поиграть. На расслабоне. Microsoft, видать вдохновившись успехом Child of Light, решили заделать свой платформер с милотой и неоновыми котами. Ori and the Blind Forest выглядит очень приятно. Выделяется своим стилем и музыкой. Выйдет осенью только на Xbox One, что жаль. Ну и как же без Halo? Был представлен трейлер, из которого мало чего можно было понять. Ну, только нового героя показали и вспомнили одну из старых частей. Вообще, фраза, которая упоминается Halo, путешествия и на фоне идет первый трейлер, это довольно смешно. Особенно, если вспомнить всю гору шуток про Next Gen Journey или Journey 2. Заодно все части Halo выйдут на новый бокс. В составе Master Chief Collection. Очень грамотный ход, новые игроки смогут ознакомиться со вселенной целиком и сразу. Особенно перед Halo 5 Guardians, которая в декабре пойдет в бету. Коллекшн подоспеет 11 ноября, и за его предзаказ вы как раз и получите доступ в бету. Ну и, конечно, вспомнили про короткометражку Halo Nightfall, которая войдет в состав коллекшена и обещает быть крутой. Ну, фанатская тема, простым смертным можно смело забивать. Был и на удивление новый IP, Inside, от создателей Limbo. Суть геймплея примерно та же, только все трехмерно и в целом, как мне показалось, это единственное отличие. Но я был бы рад даже Limbo 2, чем отчасти это, по всей видимости, и является. Подвох опять в том, что сначала она выйдет на Xbox, а уже где-то потом, в отдаленном сметлом будущем, и на ПК. Выход намечен на начало 2015 года. Далее была подборка студий, которых Microsoft сманила на свою сторону, и их реально много, на любой вкус. Что-то порты, что-то эксклюзивы или мультиплатформы. Новая Лара Крофт на самом деле слегка удивила, в смысле своим довольно скорым анонсом. Игра будет носить название Rise of the Tomb Raider. Намечена на конец 2015, корабль в снегах, превозмогание и психологические травмы главной героини. Как-то маловато для сиквела не находите. Был показан и третий Ведьмак. Без лишних слов, сразу в геймплей с головой. Который все так же замечателен, неимоверно красив, но и просто завораживает. В геймплее была представлена охота. Пара стычек с бандитами, расчлененка и прекрасная музыка. Короче, если ее еще раз перенесут, то количество актов суицида может резко возрасти среди геймеров. В следующем году нас ждет поистине незабываемое приключение. Главное успеть пройти Dragon Age. Непонятное что-то Phantom даст о создателе Killer Instinct, что больше похоже на очень дешевый файтинг. Не знаю, пока явно рано судить, так что подождем детали, но пока выглядит очень и очень средне. Tom Clancy's The Division сейчас, без сомнения, главная ожидаемая игра, потому как Watch Dogs уже вышел. Понятное дело. Новый геймплей все так же прекрасен. Показали даже эдакую виртуальную реконструкцию событий. Скажем, понять, как разворотило подземку. Проблемы у игры те же самые, что и у Ведьмака. Она выходит только в следующем году. А хочется уже сейчас. Немалым удивлением было то, что Platinum Games подписались на эксклюзив для Xbox One. Scalebound похож на обычную игру от Platinum Plus Monster Hunter, которая тоже в принципе азиатская. Кроме CGI трейлера ничего особо сказанного не было, но новый IP радует все равно. При этом в трейлере я проговаривал про себя, только не Крэкдаун, только не он, только пожалуйста, не надо Крэкдауна. Он такой плохой был. Хотя я вообще рад, что он не заглянет на православные ПК, а выйдет только на консолях от Microsoft. Ну, какие-то фанаты у серии все-таки еще остались, так что им может быть это и правда интересно. На финале было такие рекап всех показанных тайтлов, в которых, к слову, было Quantum Break и D4, проекты, которые больше всего ждали. Но у маркетингового отдела Microsoft, видать, другие соображения. Как обычно, Microsoft всю дорогу страдала переизбытком пиар-бреда, вроде инновации, новые возможности, бренд-нью-экспириенс и прочее. Хотя справедливости ради стоит отметить, что и остальные компании в этом аспекте всю конкуренцию выдержали. Но в итоге несколько новых тайтлов, огромная ставка на Halo, куча инди-разработки, мультиплатформа, все как обычно. А новых IP хоть и было больше, чем в прошлом году, но все равно не впечатляет. Далее на очереди конференция Electronic Arts. Электроники сразу приступили к делу. И выкатили настолько ностальгический трейлер по Звездным Войнам, ну точнее по их разработке о Баттлфронте. Мол, какие они фанаты, как они любят вселенную, что сделают обязательно отличную игру. И знаете, им довольно-таки верилось, потому что показывали такие вещи, как, например, лес с эваками, заснеженные планеты, C3PO и прочие штуки просто, ну, радовали глаз. Узнаем что-то новое о Баттлфронте мы только весной 2015 года. Два новых проекта от BioWare заворожили публику не на шутку. Первым пошел Dragon Age под замечательную живую музыку и новые геймплейные кадры из игры. После все испортил своим появлением Аарон Флинн, который начал сыпать фактами, которые мы и так уже знаем. Мол, открытый мир, главный герой избранный, закрывает расколы с другими мирами. Про членов партии и, главное, наконец-то показал нормальный геймплей с худом и прочими циферками. Понятно стало, что игра станет в разы динамичнее, но, как сообщалось еще давно, пошаговый режим тоже будет. Вообще, EA тут попали в точку. Так как они игру и делают, то у себя на конференции показали и рассказали про Inquisition больше всех. В частности, уделили время даже игровым персонажам. А как мы знаем, саппартийцы — это то, что канадцы умеют делать лучше всего. И вот потом хоть что-то показали про новую Mass Effect. Все на ранней стадии разработки, но уже вырисовывается очертание хита. Frostbite идет движком, Кейси и Хадсон обещают, что будет очень и очень хорошо. А сам в это время делает абсолютно новый IP. Что от которого ждать совершенно непонятно. И это даже может оказаться не игра из линейки Mass Effect. Очень интересно, что они там в Эдмунда не делают. Ждем подробностей. Сразу после появились новые Симсы, которые настроение опустили всем до нельзя практически. Без злости на это смотреть после того, как нам хотя бы чуть-чуть рассказали про новый Mass Effect, смотреть было нельзя. Да. В общем, выходит она 2 сентября. Кому надо, тому надо. Спортивная линейка Electronic Arts. Ну, это неудивительно. Спорт кормит электроников уже которое десятилетие. Благодаря ему, отчасти, в смысле за деньги, заработанные этими играми, смогли родиться такие серии, как Battlefield и Mass Effect. Так что это можно и простить компании. UFC будет продавать в первую очередь Брюс Ли, который станет играбельным персонажем. Немного геймплея, где, естественно, Брюс победил. Что наверняка подбодрило народ купить игру и сделать то же самое, или наоборот победить его в игре. Кому что, как говорится. NHL 15, который до этого показывали лишь небольшим тизером, про стадионы, футболку и ворота. Что как бы не говорило ни о чем. Сейчас говорилось примерно то же самое, но после все-таки был геймплей. Который уже более-менее подтверждал сказанное ранее. Но до крутости NBA, конечно, не дотягивает. От Criterion на выставке ждали анонс нового Need for Speed. Но получилось у них немного не так. Они больше хвалили себя и рассказали, что делают такую крутую гонку, что вы вообще обалдеете. Ну, лет пять назад я бы им поверил. Однако, видео показывало, с чем они вдохновлялись. И, судя по всему, готовится какой-то сборник на тему всего экстремального спорта вообще. Пугает то, что у игры пока даже названия нет, не говоря уж о дате выхода. Хотя, идея довольно интересная. Будем подождать новых подробностей. BGA Tour 15 повеселил разве тем, что место действия гольфа происходит на одной из карте Battlefield 4. Но безумия маловато. Походу, все обойдется реально только этой одной картой. А все остальное будет как раньше. Madden NFL 15 будет лучше NFL. Улучшенная защита, на что идет основной упор части. Анимация, физика и прочий бред, что реально обещают каждый год. На этом благо со спортом завязалось. Но радовался я недолго, ибо дальше пошла новая моба от Electronic Arts. Даунгейт. И ей собирается еще успеть запрыгнуть в уходящий товарняк жанра. Но явно опоздали уже совсем. И жалкие потуги, что у каждого перса будет свой сюжет, вряд ли игру вытянет. Потому что есть Dota 2. Вот просто есть, и никому не нужна другая моба. Вот и все. Как я думаю, совершенно провальная разработка. Mirror's Edge 2 появился вовремя. Разбавил обстановку и серьезно порадовал. Electronic Arts 1 сделали отличную игру про паркур от первого лица. И собираются повторить свой же успех. Вроде как игровое окружение будет подталкивать игрока к импровизации. Чтобы не нужно было искать определенный, выбранный дизайнером путь. А прикидывать самому, куда и как добраться. Выйдет где-то в следующем году. Пока точно неизвестно когда. И только я уже подумал, что со спортом завязали. Electronic Arts удивили новой FIFA. Непонятно только зачем ее отрывать от общей линейки. Ну вот такое вот решение. Снова всего больше, лучше допили от Ignite, физику и прочее. Ну как всегда. Сказать, что из года в год берется один и тот же текст, значит не сказать ничего. И это печально. Геймплей нового Battlefield Hardline утек еще задолго до Е3. Потому с помпой его анонсировать не получилось. Копы и преступники, добро и зло, все старо как мир. Но говорят понадобится прямо сплоченная команда и прочие обязательные для мультиплеерного шутера вещи. Одно и правда не ясно, почему в названии есть Battlefield. Хотя маркетинг, все понятно. Зато на выставку завезли нового геймплея. Выглядело все довольно динамично. Всю правду об бета-тестировании нового Battlefield можете узнать на нашем канале в превью Александра Манькова. По итогам. Новая батла очень интригует. Новый Mass Effect, как оказалось, на очень ранней стадии разработки. И это печально. Но зная мощности электроников, можно надеяться на следующий год. С Mirror Set что же самое. Dragon Age видится достойным конкурентом Ведьмаку. Да и выходит он раньше. Со спортивной линейкой все как в старе. Стабильно. Зачем-то делается своя моба, которая явно мало кого заинтересует. В целом у Electronic Arts, как и у Microsoft, все стандартно. Порадовали фанатов знаменитых серий, никаких анонсов не сделали. Видать, что-то припрятали до следующего года. Дальше на очереди Ubisoft. Юбики любят шутить и самое главное, у них это хорошо получается. Ну, в основе своей. Собственно, началось все с реймоновских кроликов, которые, как обычно, творили адский мракобес и истошно орали по поводу и бес. Молодцы французы, после двух уныловатых отчасти конференции хотелось чего-то, ну, такого. Сразу трейлер, сразу Far Cry 4. Сразу круто. Главный злодей оказался довольно пристойным, даже интересным. И да, не настолько гомосексуалист он, как оказалось. Первые пять минут выглядели не сильно круче по графике прошлой части. Но Far Cry 3 даже сейчас выглядит довольно неплохо. Походу, возьмут антуражем и... геймплеем в горах. Конференцию снова взялась вести Аиша Тайлер. В своем неподражаемом стиле. Ну, в смысле неподражаем он по сравнению с остальными, конечно. А так, единственный нормальный, наверное. Дивижн. И снова те, кто издают игру, показали больше и рассказали подробнее. Главный посыл — вернуть обратно Нью-Йорк. Под рождественскую песенку показали геймплей. Ну, скорее всего, я так думаю. Ролик был поставлен очень круто. Чем-то похож на сравнительно недавний Вульфенштейн. The Crew снова выглядит как-то странно и непонятно. Гонка-догонка. Мультиплеерная, весь США. Прокачка и, собственно, покатушки с друзьями. Везет игре пока что в том, что конкурентов особо на горизонте у нее нет. Тем более, это мультиплатформа, и это очень грамотный шаг со стороны издателя. Вполне может выстрелить. 23 июля открывается бета. Уже можно записаться на официальном канале. Сам релиз намечен на 11 ноября. Париж. Революция. Ассасины. Главная курица, несущая золотые яйца в виде франшизы Assassin's Creed, предстала в виде нового CGI-трейлера. 28 октября уже сами узнаем, как чего там в Парижах было. А меж тем шла презентация и геймплей. Паркур стал неимоверно шустрым и аркадным, что ли. Мол, прыгай с большой высоты и спокойно хватайся за деревяшку. Ничего не случится. Боевая система особо не поменялась, но хотя бы окружение начало работать. Прислонить противника к стене, добить и прочее. Ну и главные темы все те же. Упей кого-то, пробегись через толпу, залезь на здание, а потом спрыгни, скрытый клинок. Ну, порядок действий, думаю, понятен. Также обещают кучу побочных заданий, которые прям вокруг игрока будут происходить в реальном времени. А вот вмешиваться в них или же нет, уже ваш выбор. Ассасин, как понятно, меняется по чуть-чуть. Видать, в следующей части серии еще немного изменений нас ждет. The Lionheart's The Great War предстала во всей красе. И Ubisoft продолжают упирать на то, что игра сделана по мотивам писем с фронта, фотографий и прочих достоверных источников. Замечательный стиль, основанный на контрасте ужасов войны и визуального наполнения самой игры. Прекрасная душесчипательная история и музыка, которая ей соответствует. Игра выходит уже 25 июня, и, наверное, поэтому, кроме прекрасного трейлера, нам больше ничего не показали. И вот снова на сцену вышел президент Ubisoft и один из основателей компании, Ив Гельмо. А как помните, по прошлым конференциям обычно именно он показывает все самое знаковое и интересное. И, собственно, примерно так и оказалось. Казалось бы, почившая и ушедшая в переработку Rainbow Six все-таки жива и разрабатывается. Судя по геймплею, давно опустевшее место игры SWAT все-таки будет занято. Игра будет носить название Rainbow Six Siege. Когда выходит, пока непонятно, но, скорее всего, будет доступ на бету в скором времени. По факту все очень коротко. Много всякой фигни, вроде шейпап и танцевальных аркадок. Не было еще одного ассасина про очищащие средства унитаза. Ни слова про вторую часть Beyond Good and Evil. Ничего про принца Персии. Но зато много нового геймплея. Один приличный анонс. В целом, получше, чем в Electronic Arts и Microsoft. Но хочется-то все равно большего. И завершал этот парад инновацией компания Sony. Sony по традиции заканчивает серию едвижных конференций. И обычно они же всегда выглядели лучше всех. На этот раз ситуация сложилась так, что все остальные откатали, так сказать, обязательную программу. Достойно, но без изысков. А вот о том, чего может показать Sony, слухов было чуть ли не больше, чем у всех остальных компаний вместе взятых. Что ж, сейчас поглядим, насколько ожидания оправдались. Началось все с вкратчивого и космического трейлера. Самой пока что дорогой игры в истории видеоигр. Destiny. Который до сих пор выглядит, как внебрачный сын Mass Effect'а, Borderlands и Halo. Ну, с последним все понятно, их разрабатывает Банжи. Ну и обратно за громадные деньги. Что не так заметно, как, я думаю, должно быть. 17 июля начнется бета, только на PlayStation 4. В общем, если она провалится, то, ну не знаю, вряд ли мы вообще когда-нибудь увидим хоть какую-то игру в sci-fi стилистике. Хоть за какие-то деньги. Но, надеюсь, Банжи не подведут. Также был еще один многообещающий шутер от третьего лица The Order 1886, на который сейчас возложены большие надежды. Ибо анонса новых гирь войны не последовало, а значит Sony вполне успешно в 2015 году может занять первое место в этом жанре. Геймплей проходил вроде как в анатомическом театре или что-то вроде того, библиотека, наверное, я точно не понял. В купе с отличным освещением получилось нагнать нехилой жути. Викторианская Англия, альтернативное оружие, монстры-мутанты, паранормальщина. Иными словами, Sony придется очень постараться, чтобы из игры получился простой проходняк. Японцы уже давно пытаются отбить плацдарм, что заняла Microsoft, на поприще инди-игр и, соответственно, некоторые были представлены с помпой. Entwined относит нас к воспоминаниям о детских аппликациях или более-менее современных оригами. Как бы ни звучали фразы Unique Game Experience, но мы-то с вами знаем, что это просто стильный аудиосерф. Кстати, ее уже можно приобрести в PSN за 10 баксов. Новая DLC для Infamous Second Son была показана. First Light, по всей видимости, расскажет историю той самой неоновой девчушки из оригинальной игры. Выйдет в августе, и это пока все, что известно. И тут пац и LittleBigPlanet 3. Вот так просто. Вообще никто ее не ожидал, особенно Microsoft со своим Project Spark. Медиамолекулы порвали зал, просто показав еще несколько видов сагбоев. Воистину, если и есть игра, в которую должен сыграть каждый, то это LittleBigPlanet. Праздник начинается уже в этом ноябре. Шохи Юшида лично предоставил публике абсолютно новую игру, которую мы раньше знали под названием Project Beast. Теперь она именуется Bloodborne. По сеттингу это явно не средневековье, как было в серии Dark Souls, а что-то в сторону стимпанка даже. Европейские улочки, наполненные зомби и адскими псами. Пронзающий сердцезвон колокола. Мрачность буквально сочилась с экрана при демонстрации трейлера. Дробовик, кровища и месища. Все вместе это новый проект от From Software Bloodborne. Обещается быть где-то в 2015 году. Еще одна порция Far Cry 4. На этот раз это не вступление, а чистый геймплей. Красивое, немного даже завораживающее. Даже стало интересно, экосистема, мельком показанная в ролике, реально работает или это просто скрипт. Потому что если это реально, это было бы очень интересно. Логично было предположить, и это кстати оправдалось, что в гористой местности придется часто лазить по всякому. Потому альпинистское снаряжение в виде чудо-крюка и винг-сьют станут вашими лучшими друзьями. И если не считать слоника, конечно, что крушит баррикады и прочие укрепления. Но вам, естественно, придется его к этому подтолкнуть. А вот как, это уже ваше решение. Информация о захватах вышек уточняется. И не забывайте, что каждая секунда Far Cry 4 это история, которую, по всем видимости, вы захотите рассказать всем друзьям. Неужто, если у вас есть игра, а у друга ее нет, вы сможете сыграть с ним в кооперативе? Sony отвечает, что да. Сможете. Слишком много людей или даже детей написали писем по этому поводу, и вдруг... Dying Light. Трейлер которого не сразу был понятен. Но когда таковым стал, стал сразу прикольным. Получи тело, которое ты заслуживаешь. Ай-я-я. Но, как оказалось, не Dying Light, а Dead Island 2. Зачем? Ну, хороший вопрос. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В продолжении Безумия на сцену вступили парадоксы со своей магикой. Трейлер, как всегда, хороший, прекрасен. И... Магика 2. Это говорит, ну... Говорит обо всем. Плюс письмо Тима Шафера от лица своей внутренней десятилетней девочки. Угар сплошной и бескомпромиссный. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Но, еще раз но. Грим Фонтанго. Один из самых крутых, гениальных, оригинальных, смешных и неподражаемых квестов приобретает новую жизнь на PlayStation 4. Браво! Серьезно, вот это было отлично. Реинкарнация классики – это правильный ход. Вот теперь для меня реально появился консоль-селлер. Шутка, конечно, но... Это очень удивило. Очень. Ворох инди-игр не мог не прогреметь на этой конференции. Нужно же было ответить Майкам чем-то. Много инди, очень много пикселей, хардкор и угар. И... Все довольно скоро, как обещается. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Первый металл за все конференции предоставил нам лайф-экшновый, вперемешку с геймплеем, или может CGI, трейлер игры Let It Die. Что это, не ясно, но выглядит весьма обещающе. Тем более, что в деле замешан Гаичи Суда и его компания Гроссхоппер Мануфэкчер. Будет, опять же, только в 2015 году. Но зато будет, и наверняка будет ОЧЕНЬ ХОРОШО. Суперсайз, Алихан. Ох, No Man's Sky. Игра с открытым всем миром, космосом и вообще всем, что вы видите и куда можете добраться. Нравится гулять по планете и открывать что-то новое? Прошу к столу. Надоело? Стройте корабль космический, конечно, и улетайте в далекие просторы космоса, ища другую планету, где можно опять побродить. Или найти там братьев по разуму каких-нибудь. Полная свобода, без подзагрузок. Неужто бесшовный мир все-таки нас ждет? Очень близко к нему, кстати. Очень. Дальше был бла-бла-бла-бла-бла про Project Morpheus. Все делают игры с их поддержкой, особенно если это выходит на консоли от Sony. Или что-нибудь эксклюзивное даже. Но все, что показали до и после, не будет поддерживать эту технологию. Так что еще пару лет придется подождать, пока не будут выходить игры с пиццом под это заточенные и реально крутые. Дальше что-то говорилось про развитие PCN. Ну это понятно, магазин Sony работает отлично и много чего предлагает. Про никому особо не нужен PlayStation TV, кучи фри-то-плей игр, немного новая ценовая политика и прочие совершенно не касающиеся простого геймера вещи. Опустим этот довольно солидный кусок презентации, кстати, и перейдем к финальной части, которая порвала многих в клочья. Сначала показали первый геймплей новой Mortal Kombat X. И он был шикарен. Интерактивные объекты, новые персонажи. Геймплей остался в целом, как и у прошлой части 2011 года. Но максимально его разнообразили и прокачали. Самый жестокий файтинг в истории возвращается в 2015 году на всем сразу. И как же Sony без серии Ratchet & Clank? Но это будет уже не игра, о которых скопилось уже кучные кучи, а полный метр, то есть полнометражный мультик. Выглядит прикольно, но явно для фанатов или просто для детей. Хидоо Кодзима предоставил всему миру новый трейлер Metal Gear Solid Phantom Pain. Как всегда, просто неимоверно круто срежиссированный ролик под прекраснейшую музыку. Очень советую посмотреть отдельно. Rocksteady предоставили наконец-то геймплей нового темного рыцаря. Красиво, интересно, ну и наконец-то Бэтмен вернулся к тем людям, что его и переизобрили. Также этот показ отметился очень близким состоянием к вылету игры. Подумали все, но это был такой ловкий ход в представлении Пугало. Ну такой момент уже был в первой части, кто помнит. И кстати, Пугало станет одним из главных злодеев. И при предзаказе версии для PS4 Scarecrow Edition будет какое-то дополнение с ним связанное. И конечно, Sony не могла уже наконец-то не показать новый Uncharted, который ждали все уже несколько лет. Uncharted 4 A Thief's End выйдет только на PS4 в 2015 году. Снова Дрейк, снова его верный напарник Салли и еще одно приключение, опять же на тропическом острове, как и встарь. Фанаты аплодировали стоя. Одна из самых ожидаемых игр на PS4 следующего года. На самом деле, Sony просто взяли и аккумулировали все лучшего, что было на E3. Не учитывая некоторые особенности, вроде эксклюзивного контента и прочего. Но они реально победили. В количестве оригинальных игр или хотя бы обещаний этого. В показанном геймплее, анонсах и прочем. Еще один год и мы в этом убедимся сами. Либо поймем, что это самый гениальный обман в истории электронных развлечений. У Sony, конечно, не такая огромная линейка игр, но зато качеством каждая из них стоит 5 у любого другого издателя. По сути, японцы показали все и снова всех уделали. Да, эксклюзивов пока не так много, как на Xbox One. Ну, точнее, обещается не так много на данный момент. Но и других игр хватает. Да и уж где-где, а на PS4 в свое время будет ворох эксклюзивных проектов. По совсем уж общему выводу, никто из грандов не удивил. Показывались совершенно ожидаемые анонсы, ну, кроме Sony. У них все-таки было кое-чего интересного. Ну, и Юбики в конце тоже удивили. А в целом, никаких больше особых сюрпризов. А в некоторых моментах, как, например, с Quantum Break'ом, вообще на Врале ничего не показали на E3. Ну, это уж как-то сильно грубо. И, может быть, показанные игры будут интересными, но мало какие из них прям сейчас охота поиграть. Более интересно инди-проекты, которых показали очень мало, или просто в большой видеонарезке, где каждая игре уделялась по паре секунд. И, положа руку на сердце, скажу, что с большим удовольствием посмотрел бы конференции, посвященные только этим инди-играм, которые показали мельком. Они местами реально интриговали. Хорошо так. Хотя бы своим стилем, черт с ним с геймплеем. Там уже давно застой такой еще. Прискорбно, но E3 в этом году стандартно до нельзя, или даже стерильно. Что явно не есть хорошо, но вполне ожидаемо. Ведь только недавно прошла первая волна игр нового поколения, и теперь понемногу разработчики разбираются в железках от Microsoft и Sony. И вполне возможно, уже на следующей E3 нас ждут поистине интересные проекты. Ну, а пока мы имеем то, что имеем. С вами был Владимир Иванов. Подписывайтесь на канал. Всех благ. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok